КАКНЮ! Всем привет, ребят! Это новая серия отвала башки, и в этой серии я попытаюсь починить свою зимнюю жигу, потому что она наполучала за прошлую катку очень нехило, и заодно поставим новый мотор! Приятного просмотра! Нападение столба на мой автомобиль выглядит следующим образом. Что ты наделал, чувак? Как бы вот этим местом, получается, я за него зацепился, повредил вот здесь капот, морду потянуло на эту сторону, то есть чуть-чуть заломало здесь, и капот съехал. На видео, конечно, плохо видно. Так, крылья у меня просто стали пластмассовые, они отлетели. Я все разберу, солью жидкости, обрежу лишнее, отстучу, что выжило, и буду прикидывать, как вообще можно это дело все обыграть. Кстати, очень круто, что интеркулер был закреплен на подушке, поэтому сам интеркулер не пострадал, просто слетели подушки. Вырвало замок капота, а с этой стороны срубило шпильку. Короче, прошло где-то часа три, и все это время, типа, мы нон-стопом маслали. Получается, следующая картина. Выниз, взамен вот этого старого, который мы уже сняли. Как и предполагалось, в четвертом цилиндре осыпались кольца, и буст просто надувал мне поддон, и масло вылетало из двигателя. Ну, а машина сейчас выглядит примерно вот так. Придется поработать вот с этим местом, чтобы опады отрихтовать, отрихтовать, вытянуть это место, и если внимательно присмотреться, то видно, как бы вот идет ровно-ровно-ровно-ровно-ровно, и потом вот так, оп, и фартук подняло наверх. Сейчас, короче, подрежу все, причешу по максимуму, отстучу, что получится. Если сохранить нижнюю часть фартука не получится, то, наверное, обрежусь и полностью морду заделаю в башбар. Слева все вообще ништяк встает, мне очень нравится самому. Завтра ко мне присоединится Егор, и мы попробуем скрафтить какой-нибудь крутой башбар, чтобы не вваривать новый телевизор и не страдать ерундой, потому что чуваки корче есть корче, вот, жалеть его особо не стоит. Покупая пластиковые крылья на Жигули, и даже ожидать не стоит того, что они будут подходить к вашему кузову, поэтому... Мы отметили место. Где должен начинаться гиб. И сейчас мы попытаемся попасть в градус морды у Жигуля с помощью трубогиба и... Фантазии. А, и фантазии. Фантазер. Фантазии. 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 рихтует радиатор, я сделаю вот такие вот пластины для крепления верхней части нашего импровизированного телевизора. Засверлю вот эту так же подсварку, как и вот эту. Я занимаюсь изготовлением перпендикуляров от нашей балки к нижней части телевизора. Строим забор. Наличие газовой линзы на горелке дает возможность выдвинуть электрод очень сильно, потому что газовая линза равномерно распределяет выходящие из горелки газ. К труднодоступным местам я могу очень легко подобраться, вытащив электрод настолько, насколько мне это надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, что, бар готов, крепление для радиатора готово, крепление для замков капота готово, все уголки подточены, все аккуратненько. И настал момент грунтовать и красить. О, да. Худо, не риба Анимотор Бедная машина Вы только представьте себе Я купил ее, когда мне было 22 или 23 года Наверное, я не помню Считалось, что у меня сейчас 28 Эта машина со мной уже навидалась Просто ей надо отдать уважение Ну так что, мои маленькие любители Жигодрифта На данный момент мы закончили полностью работу Со сваркой этого уникального Гоночного телевизора Сделанного у нас в мастерской И сейчас мы все покрасили Загрунтовали, покрасили И ждем, пока высохнет краска А дальше будем ставить мотор Прикручивать крылья и устанавливать капот Ну а после чего, ребят, не переключайтесь Время, между прочим, без 26 утра Пара часов на сон На сушку И дальше в бой Субтитры сделал DimaTorzok Какие-то люди ходят, разговаривают Я ничего не понимаю Мы все собрали Нам осталось подключить радиатор И пайпы с интеркулером И мотор готов Стала необходимость Наметить отверстие Для крепления гоночных Замков капота И вопрос этот решился так Я сейчас брызну краской На нижнюю часть капота Где он Уперся В шпильке И то место, которое не прокрасится Будет являть собой Место, в котором надо будет Отверстие сверлить Не, байзо, какие гоночные тебе Насос скачает Ниже нуля, да Что они от меня хотят, а? А я сейчас вам расскажу Что они от меня хотят Они хотят Чтобы я рассказывал про мотор Который Митрошин положил Но об этом лучше расскажет сам Митрошин Короче, после экспериментов С сотым топливом и горизонтами Четвертый поршень у меня Испортился От детонации Осыпалась перегородка поршня между кольцами Вследствие, я очень долго Эсплуатировал двигатель Без четвертого котла Это было еще на атмосфере А потом туда еще надул Да Дебил Это давно было? Короче, я откручиваю бампер Потому что мне Егор попечатал, что выровняет его Хотя я в это слабо верю Потому что я пытался бы уравнивать диролевые бампера И у меня это никогда не получалось У нас замечательные новости Павел нам их расскажет Ну, в общем, у нас не один Осыпался поршень, а целых два Такие вот новости Один поршень Да, третий Я сейчас постепенно На нем написано два Третий по счету из четырех Я сейчас просто начинаю снимать с них кольца Короче, вышел только один поршень Я его еще не трогал А-а-а-а Самая ненавистная деталь во всем автомобиле у меня Это резинки вокруг краштейна бампера Просто терпеть не могу их запихивать Я не знаю, как их запихивать Если кто-то знает какой-то лайфхак Без мылой веревки Расскажите, пожалуйста О, пошло Чуть выровнялось Вот здесь пятно большое Короче, ребят Мы собрали тачку полностью Восстановили новый гоночный башбар Поставили новые фонари Новые крылья Вихур, кстати, старый Он выжил, он молодец Он у меня уже года три работает Поставили капот Новые замки И поставили свежесобранный новый двигатель Но, к сожалению В процессе сборки мы наебались шестерней маслонасоса Которая приводит в движение трамблер Поэтому получается такой эффект Что трамблер у нас бежит впереди поезда И получается, что у нас охренительная производительность маслонасоса Но зажигание крутится быстрее Чем должно вообще крутиться И мы не можем запустить двигатель Поэтому на этой ноте, скорее всего Мы с вами прощаемся До новых встреч Ставьте лайки Подожди, подожди А если поставить туда мозги? Мозги на карп? А чё бы нет? Не, не, мозги на карп Это, кстати, интересно Да, 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 да Не ставьте лайки Не пишите комментарии Не подписывайтесь на канал Подождите ещё минут 10, ладно? Для того, чтобы установить контроллер На карбюраторный классический двигатель Нам понадобится Тройник от системы охлаждения С датчиком температуры воды Передняя крышка двигателя С датчиком коленвала И инжекторный шкив коленвала А также коса Контроллер Модуль зажигания Датчик детонации И датчик абсолютного давления Дат Ау! Суть заключается в следующем Что у 214-го двигателя С однорядной цепью Вот эта шестерня Имеет меньшее количество зубьев Чем шестерня у карбюраторного мотора Получается следующий эффект За счёт маленького размера шестерни Повышенная производительность маслонасоса Но! Из-за того, что она маленькая Меньше на 6 зубьев, по-моему То по редукции получается следующий эффект Что трамблёр вращается быстрее, чем нужно Но дабы не жертвовать хорошей производительностью маслонасоса Мы просто установим сюда контроллер Также нам понадобится датчик температуры воздуха Его можно сделать из обычного датчика температуры воды Просто срезав корпус термопары Мы сейчас берём, подбираем под него гаечку Гаечку ввариваем в пайпинг И вкручиваем туда датчик Ни минуты без приключений Установив новый тройник системы охлаждения Я обнаруживаю то, что он смотрит прямо в пайп от турбины Ну и как туда подключать охлаждение? Бля, ты уверен, что ты мне нормально приваришь эту гайку? Надо резко достать Чё ты сейчас делаешь? Я устанавливаю тройник Между прочим, СССРовский кастомный дидовский тройник Для того, чтобы подключить дат Вкидывается проводка Пайпинг собран Призвана кавалерия Помощь, профессор Здрасте Привет Я устанавливаю инжекторную проводку Со 103-й косой Модульом зажигания А2С2719 И датчиком абсолютного давления надува На 3 бара Пацаны, сейчас у нас вечер вторника И на этот вечер я остался один И поэтому снимаю сам И я уже собрал тачку Всю мелочевочку, короче, вкинул проводку Подключил её Подключил бензонасос электрический Короче, кучу-кучу всего по мелочи подсобрал Сейчас жду своего кореша-медведя Он должен привезти контроллер И прошивку Мы взрываем прошивку на контроллер Устанавливаем его И пробуем заводить машину У меня установил модуль зажигания В магазине купил обычные высоковольтные провода Для инжекторной классики Сюда Егор мне вварил гайку Под датчик температуры воздуха Мы обрезали корпус термопары Я подобрал к нему фишку Сам разъём на проводке у меня уже есть Но он по-джемовски датчик И вот сюда, в аккурат, в корпус противотуманок Я поставил датчик давления воздуха Очень много неподключенных разъёмов, естественно, остаётся Потому что у меня этого ничего нет Вот подключил сюда датчик температуры воды И на блок прикрутил датчик детонации Также на корбюраторе заглушил штуцер Под вакуумное опережение зажигания для трамблера Немножко ещё я перебрал Почистил корбюратор Переделал ускорительный насос и экономайзер мощностных режимов И воздух, который будет посчитан И сбрасываться с байпаса Я решил рециркулировать вот следующим образом Обратно к турбине Это очень такая грамотная фишка, ребят Все советую Блувов, конечно, модно Круто, но, типа Не очень грамотно с технической точки зрения По-любому в комментах найдутся те, кто напишет Что, чувак, типа Почему бы не собрать это на инжекторе Блин, ребят Ну ведь так интереснее, согласитесь Приехал мистер медведь Мистер медведь, скажи привет Привет Вот И сейчас мы устанавливаем датчик температуры воздуха Который я вам показывал ранее Мы уже вкинули контроллер на тачку И подключили разъем Для того, чтобы начинать вот эти вот все жесты делать Там, вот я ничего не понимаю Жиглеров там нет Они предусматривают разрешение программирования Поэтому благо С каких-то таких экспериментальных годов У меня остался вот такой вот самодельный программатор Сделанный из куска расчески для мозга Разъема И там нескольких проводов И чьей-то матери, короче Поэтому сейчас все это подключим Попробуем залить прошивку Так, включил, да, программирование? Да Куда так гонишь? Куда так гонишь? Вот Прошивка залита? Да, теперь, короче Смотри, что мы делаем Отключаем программирование Теперь Убираем питание с мозга То есть, типа, как бы зажигание выключаем Вот, по идее Теперь Теперь он записал То, что мы ему, типа, кинули во флэш память Вот Он переписал в основную память Вот И, как бы Если бы у нас не было этого так То можно было бы запускать Че, теперь мы переставляем мозг на тачку и запускаем? Да, теперь мы переставляем мозг на тачку и запускаем Все уже давно свалили И я занимаюсь тем, что вношу калибровочки в работу нового мотора Все собрано Установлено на место Подключены все датчики Компуктер уже разрядился Это уже другой компуктер Ну и что? И инжекторный карбюратор, мать его Соликс Ну, у тебя и судьба, конечно О! Пацаны, видите, вот эту кучу-кучу проводки, короче В общем, жесты продолжаются Мы уже сколько? Третий день, наверное, этим занимаемся Сейчас мозг находится в состоянии программирования Медведь заливает туда новую прошивку Мне впаяли, я так понял, резистор Для того, чтобы контроллер видел дат И сейчас откалиброванная прошивка Уже с отсечкой, со всей историей Заливается на контроллер Дело подходит к финальным штрихам А это значит, что скоро можно будет наваливать Сейчас делаем так, чтобы мозг видел дат Причем мне очень нравится, что в его вот этой чудесной книге Моя прошивка называется Карп 2 Ну что, ребята, автомобиль наконец-таки готов Мы ее переварили, покрасили Установили новые пластиковые крылья Новый капот, новый двигатель Поставили контроллер на карбюратор Еще все это дело прошили И дело осталось за обкаткой Поэтому мы отправляемся на обкатку А с вами на этой ноте прощаемся Делитесь мыслями Пишите лайки, ставьте комментарии Ждите новую серию Всем до скорых встреч Водка, баня! Трава их! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин